В Бердюжском молодежном центре опробовали новую форму детского летнего отдыха. Раньше из-за отсутствия стационарного лагеря там оборудовали палаточный. В этом году, чтобы сэкономить, пошли другим путем. Организовали трехдневную вылазку на природу. Как дети оценили нововведение, узнала Инна Михайловская. Семь часов вечера, шесть километров от Бердюжья, поля на палатке дети. Трехдневный поход подходит к завершению, завтра домой. Но, судя по всему, ребятам не очень-то и хочется возвращаться в цивилизацию. Вроде и знали друг друга раньше, а тут тайные поклонники, записочки, подарочки. Конфетку еще догнают, на пачку семечек, конфетку скотчут. Еще букет цветов нормал. И это не школьный уикенд, а будничный поход. Первый опыт такого организованного отдыха местного молодежного центра. И не затратно, и полезно. Оказаться здесь, и даже не на трое суток, а хотя бы на один час. Своего рода терапия. Просто сидеть, смотреть и слушать. В фотоотчете десятиклассницы Кати Исаковой запечатлен, наверное, каждый шаг. Только не первый, когда палатку ставили. Вообще все развалилось. Тут надо было все собрать. То есть вот эти вот железные крепления надо было собрать. Сначала просто не разбирались, где, как надо прикреплять там. Вкусно получилось. Ужин почти готов. И от одного запаха аппетит зашкаливает. Еду готовят по всем правилам и нормативам. Но одно дело в школьной столовой, другое здесь, на природе. Дети подошли у нас, Сережа, подошел и говорит. Марина Филипповна, я дома столько не кушаю. Почему я здесь кушаю? Кушаю, потому что ты же на природе. Ты двигаешься, вы играете, бегаете. Да нет, наверное, очень вкусно. Я говорю, ну да, я того, что на дымке. После такого похода даже девчонки теперь знают, как костер сложить, картофель запечь, палатку поставить. Буквально через неделю мы хотим отправиться в село Ухтус, которое находится 30 километров от Бердюжи, но уже на велосипедах. Мы еще и там остаемся с ночевкой. И так же будет костер, так же будет еда на костре готовиться в походных условиях. И если этот поход только для школьников, то велотур для всех желающих и бесплатно. Организованный отдых для односельчан. Инна Михайловская, Дмитрий Кондратенко, Тюменское время.